Время новостей на телеканале ЛАБА в студии Жанна Вебер. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Подведены итоги деятельности местной власти и органов ТОЗ в городском поселении. Из-за африканской чумы свиней владельцам ЛПХ приходится сокращать поголовье свиней. В городском поселении завершились заседания открытых сессий. Доклады о своей деятельности и местной власти городские депутаты представили во всех шести микрорайонах. На заседании говорили о текущих проблемах и способах их решения. Сегодня уже подведены итоги деятельности городской власти и органов ТОЗ за 2011 год. Жизнь городского поселения напрямую связана с активностью территориального общественного самоуправления, расположенных в границах поселения. О своей деятельности за год представители шести микрорайонов отчитались на открытой сессии совета. В каждом мероприятии участие приняли глава города, руководители организации предприятий, коммунальщики, медики и просто жители микрорайонов. 2011 год для города сложился нелёгким. В результате чрезвычайных ситуаций в мае и июне, вызванной наводнением и подтоплением, пострадали дороги вблизи рек Кукса и Невулька. В зоне затопления оказались практически все микрорайоны. На открытых сессиях совета городского поселения Василий Клюев отметил предстатель микрорайонов. Во время стихии активисты слаженно действовали, помогали и словом, и делом. В свою очередь, жители в адрес руководства также выразили благодарность за помощь в ликвидации последствий паводка. Люди как бы объединились в совместной беде. И поэтому я считаю, что уделили нам очень большое внимание. Я хочу ещё сегодня выступить здесь и сказать, как раз я даже пыталась написать газету, но не было опубликовано в июле благодарственное письмо. Я хотя и интересовалась, потому что сказали, что это обязанности руководителей. Нет, это душа. Много у нас обязанностей, которые не выполняются нашими чиновниками. А здесь мы видим действенную работу, когда человек интересуется, когда было плохо, многим со здоровьем подходили, интересовалась и Полина Ильинична, и квартальная. Как, что, как вы выдержали, как вы выходите из этого состояния. Благодаря финансовой помощи правительства Российской Федерации, администрации края, уже в мае текущего года начнётся ремонт повреждённых паводком дорог, на что выделено около 10 миллионов рублей. Всего в порядок приведут 32 улицы, пообещал Василий Клюев. Также в рамках правительственной помощи завершены работы по расчистке и углублению русла реки Неволька. Соответственно, в порядок приведут и Куксу. Для понижения уровня грунтовых вод в 2012-м запланированы работы на водоотводных каналах в микрорайоне Виноградной и по улице Вознесенская. Всего предстоит освоить 62 миллиона рублей. Проведение данного плана мероприятий позволит решить одну из сложнейших проблем, связанных с безопасностью жителей, проживающих в зоне, подверженной стихийным бедствиям. На сессиях обсуждали многие вопросы. Они касались благоустройства, санитарного порядка. На каждом заседании эта тема была самой острой. Несмотря на то, что в микрорайонах часто проводятся субботники, стихийные свалки вновь образовываются. Во втором микрорайоне данную проблему планируют решить следующим образом. В 2012 году актив сделает клумбу, где несанкционерно жители складируют мусор, а именно на улицах Школьной и Красноармейской. Но, как было высказано на заседаниях, за санитарным состоянием в городе следят в основном только активы микрорайонов. Они и косят траву, и даже белят деревья на улицах. Все эти субботники, большинство, все сами. Жителей так трудно расшевелить. Все квартальные, председатель совета микрорайона, все вот как субботники, все эти улицы, улицу Красина, улицу Турченинова, все своими руками белим, подрезаем, убираем и с жителями работаем. Все вот это очень тяжело и трудно, когда субботники. Это же два месяца, и улицы такие длинные, протяженные, от самого прохладного. Все надо деревья побелить, везде все поубирать. На мероприятиях нарекания высказали и в адрес управляющих компаний. Сегодня очень злободневный вопрос. И я очень, будем говорить, удовлетворен, что он волнует гаража. Это проблема мусора, это проблема стихийных свалок, это проблема культуры нашей. На всех сессиях поднимался вопрос, вносились предложения о введении так называемого экологического сбора, экологического налога. Юристы сегодня работают над правовой основой этого закона. И все вот на сессиях мы, власть, граждане, люди призываем друг друга не сорить. Хотелось, чтобы этот призыв был услышан. И все-таки есть нарекания на работу и коммунальных служб, которые сегодня занимаются санитарным состоянием города. А много нареканий от жителей многоквартирных домов в адрес управляющих организаций. Да, жилищный кодекс поменял взаимоотношения собственников жилья, управляющих организаций. Но шуть осталась прежней. И у тех, и у других одна общая цель. Чтобы дома были красивые, чтобы дома были уютные, чтобы в домах своевременно делался ремонт. Чтобы на прилегающей территории всегда были красивые цветы, всегда убирался мусор, а зимой снег. А вот эти задачи, эти вопросы, они остро обсуждались на открытых сессиях. Но несмотря на трудности, Лобинск в плане благоустройства каждый год занимает лидирующие позиции в крае. И это большая заслуга представителей микрорайонов, отметил Гова района. Замечательно то, что у нас столько прекраснейших общественников, столько замечательных людей, которые с большим участием относятся к разным странам жизни и к жизни наших лобинчан. На сессии жители Лобинска критиковали власть, напоминая о нерешенных проблемах, которые существуют в каждом микрорайоне. А в общем, это улучшение работы городского транспорта, ремонт дорог и освещение улиц. В 2011 году город принял участие в краевой целевой программе по развитию сетей наружного освещения. На семи улицах было установлено 174 энергосберегающих светильника. В 2012-м эта работа продолжится. Новые фонари появятся еще на 11 улицах Лобинска. Тема дорог звучала чаще всего на заседаниях. Общая сумма затрат на ремонт дорог в прошлом году составила почти 30 миллионов рублей. Очень много у нас делается ремонта дорог, освещение по Турчениново, по Лермонтово. Работаю я уже на протяжении семи лет, на 17-м квартале. Проблема, как всегда, остается – это дороги, свет. В прошлом году решили немножко эту проблему, поставили фонари много прямо на нашем квартале. Ну а дороги, конечно, ямы, лужи. Остается эта проблема. И многие жители задают вопросы, когда. Ну, конечно, мы понимаем, что у бюджета денег как бы свободных особо нет. Но стараются, находят и решают по мере, как поступают средства, решают эту проблему. На сессии затронули вопросы развития личных подсудных хозяйств в городе. Только в 6-м микрорайоне зарегистрировано 254 подворья. В них содержатся коровы, лошади, овцы, нутрии, кролики, домашняя птица. Занимаются жители и пчеловодством. Владельцами ЛПХ, в которых содержится КРС, была проведена затравка по освещам Кирзунов. В течение года ведем учет свинопоголовья. Постоянная угроза африканской чумы свиней держит в напряжении не только наш микрорайон, но и всю Кубань. Поэтому обходим ЛПХ совместно с ветеринарным врачом, специалистом городской администрации, ведем разъяснительную работу, беркование, фоколовье. Многие жители занимаются огородничеством с теплицами. Итог открытых сессий совета в микрорайонах города подвел глава района Александр Сайчиков. Это живое общение с людьми. Это миллион вопросов, которые возникают по жизни, самых разнообразных. Начиная от благоустройства, заканчивая семейным бытом, теми многими вопросами, которые касаются и образования, и медицины. Это то, что у людей наболело на душе. Тот человек приходит и рассказывает сейчас. Люди приходят разного возраста, разного уровня. Без этого нельзя. Потом ведь они выполняют местное самоуправление, товарищество. Они же выполняют в микрорайонах очень большую работу. Ведь они поддерживают многих людей, которые по тем или иным причинам попадают в трудную жизненную ситуацию. Поддерживают одиноких, поддерживают стариков, следят за порядком. Проводят праздники, людские проводят. Объединяют многих людей. Это незаменимое человеческое качество, такого коллективизма, такой душевной теплоты, которую выполняют сегодня квартальные председатели микрорайонов, активисты районов. Его просто ничем не заменить. Это та ниша, где только они могут работать и они могут людей поддерживать. Естественно, что они всегда востребованы во многих вопросах. И люди сегодня высказывали слова благодарности и давали хорошую оценку. Наталья Твиненко, Георгий Сопов, Игорь Еремин, телекомпания «ЛАБА». Из-за угрозы африканской чумы многие владельцы ЛПХ вынуждены сокращать свинопоголовье. По мнению краевых властей, такие меры необходимы для того, чтобы опасный вирус не распространился на Кубани. Фермерам необходимо перепрофилироваться на разведение альтернативных видов животных. Репортаж Наталья Литвиненко. Жанна Бойко разведением свиней в личном подсовном хозяйстве занимается уже много лет. Еще в прошлом году в подворье насчитывалось более 70 голов. Сегодня это число в разы меньше. Постоянная угроза африканской чумы свиней держит в напряжении всех, кто занимается их выращиванием. Поэтому поголовье приходится сокращать, признается хозяйка. Стараемся, конечно, содержать все в порядке, в закрытом виде. Как ни пасем, ничего, никуда никто не ходит, нигде никто не гуляет из свиней, из поросят. Конечно, переживаем теперь очень сильно. То, что сделали правильно, закрыли территории, между районами закрыли, это правильно. Это, в принципе, правильно сделали. Хорошо. Ну, мне кажется, наверное, все-таки восстановится. Потом, конечно, сейчас вот подвыбьют у нас, поменьше у всех станет. Потом же все равно нам опять восстанавливать все это надо. Это будет опять время, это будет тяжело. Еще в начале февраля во Владимирском сельском поселении насчитывалось 550 голов свиней. До три недели число сократилось на несколько десятков. Специалисты администрации проводят подворовые обходы, разъясняют жителям о необходимости сокращения поголовья свиней путем реализации мяса на рынке. График забоя и сдачи свинопоголовья уже утвержден. Закреплены за поселением индивидуальные предприниматели, занимающиеся скупкой реализации мяса свиней, ну, естественно, на рынках Лобинского района. Люди с пониманием относятся к тому, что угроза, конечно, реально существует, и люди с пониманием относятся к этому. И сами самостоятельно стараются, и записываются лично, сами продают на рынках. Жанна Бойко выполнила все правила содержания свиней в подворье. На входах установили дезинфицирующие коврики, которые периодически поливают специальным раствором. В сарае посторонние не заходят, даже кормят животных со двора. Так расположены кормушки. Каждый понимает, что это для него же, для его же блага, для его же безопасности, чтобы не занести к себе вирус и не разнести, естественно, не дай бог, конечно, далее. Вручаем памятки о содержании, разъясняется конкретно спрос саму вирус африканской чумы, об его опасности и о мерах профилактики и противодействию проникновения вируса. Жителям поселения, специализирующихся на выращивании свиней, руководство Владимирское предлагает альтернативное ведение хозяйства. Некоторые станичники уже выезжали на обучающие семинары, где рассказывали, как вести птицеводческое хозяйство, заниматься кролиководством и разведением крупнорогатого скота. В ЛПХ семьи Бойко не так давно появились новые питомцы. Для телят приспособили один из сараев. Пытаемся развести крупнорогатый скот, закупаем малыша от маленьких, там у нас отдельный загон для малыша от есть, закупаем молоко сухое. Будем пробовать переводиться на крупнорогатый скот, но это, конечно, тяжелее. Свиней проще, быстрее, чем крупнорогатый скот, и с ними возни больше, конечно, и сено косить, а косить негде опять, ситуации такие, что вот и все одно на одно накладывается. Но не падаем духом, не падаем. Будем пробовать. Наталья Литвиненко, Игорь Ерюмин, телекомпания «Лоба». Пришло время узнать, какой прогноз погоды ждет нас 18 февраля. С ним нас познакомит Ирина Бирюкова. Ирина, какую погоду ждать нам в выходные дни? В предстоящие выходные синоптики обещают понижение температуры и снег подробнее через несколько минут. Следите за новостями. Всего вам доброго и до свидания.